День Учителя И как стало известно, 2 октября «Хрустальный журавль наш» в Минске определили лучшего педагога страны. Из 56 претендентов из всех регионов и столицы в суперфинал республиканского конкурса «Учитель года-2020» вышли 8 конкурсантов. Среди них и учитель географии Гомельской средней школы номер 19 Вадим Лосев. И именно он в итоге признан абсолютным победителем профессионального соревнования белорусских педагогов. Помимо абсолютной победы, Вадим Лосев также стал обладателем первого места в своей номинации, как и учитель биологии 8 школы Гомеля Марина Копцевич. Помимо главной статуэтки конкурса «Хрустального журавля», учитель года станет также обладателем автомобиля. В Гомельском техническом университете имени Сухого открыли учебную лабораторию метрологии и специальных измерений в промышленной электронике. Здесь представлены приборы учета энергии и передачи полученных данных по проводным и беспроводным линиям. Как было отмечено, они хорошо вписываются в концепцию умного дома. В дальнейшем оборудование лаборатории планируют обновлять по мере внедрения в производство новых продуктов. В Мозрисском районе начался призыв военнообязанных на военные сборы. В них примут участие около 120 резервистов. Таким образом проверяется готовность органов территориальной обороны к выполнению задач по назначению. 1 октября военнообязанных доставили в состав территориальных войск района, которые находятся в сидельниках. Здесь они пройдут инструктаж. Служить резервисты будут до 16 октября. В Гомельском районе взорвали часть конструкции старого автомобильного моста через СОЖ в районе агрогородка Бобовичи. Работы выполнили подразделения МЧС. Главное требование – не повредить новый действующий мост, который располагается в 10 метрах от аварийного. Стоит отметить, подобные работы на переправах ранее не проводили ни в одном регионе страны. В Гомельском районе они выполнены впервые в истории мостостроения в республике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова